Продолжаем, друзья мои. Я знаю, что кто-то... Есть звонок, пожалуйста, я слушаю. Алло. Здравствуйте. День добрый. Анатолий Ефимович, это вас беспокоит Татьяна Викторовна, Республика Мариэл. Да. Я вам уже звонила по поводу бляшек в сосудах. Ага. Вот. Ну вот начала я лечение, как вы мне тогда сказали, лисмородина, красный клевер. Две недели пропила, и у меня начались боли в желудке. Я пошла к гастроэнтерологу, сделали мне гастроскопию и обнаружили там эрозивный гастрит. О нет, да, эрозивный. И бульбит тоже эрозивный. И повышенная кислотность, и эти хеликобактер. Угу. Так. Значит, прописали мне даноломез, вот это я пропила. Угу. Но все равно я чувствовала, Бог правый побаливал. Начала я сейчас пить, вот как вы рассказывали, где-то недели, две, по-моему, тому назад, про максилак. А, да. С молоком делать. Да, да. Вот начала пить я это. Пропила четыре дня. И? Облегчение, конечно, я почувствовала сразу. Угу. Так. Ну, у меня вопрос. Отчего повышена кислотность? Вот как с ней бороться? Я спросила врача. Угу. Врач мне сказал, ну, такое бывает. И все. И вот как мне дальше жить? Да, вы знаете, вот по поводу вашей кислотности я скажу, ну, такое бывает. Бывает, да? Да, такое бывает. Вы что кушаете? Я, ну, все кушаю. И каши кушаю. И суп кушаю. Сейчас, секундочку. И мясо. Все хорошо. Вы все кушаете. Скажите, маринады много едите? Я вообще не ем. Не соленая, не маринованная. Совсем? Совсем. Совсем не ем. Единственное, балую себя немножко селедочки, и то я ее через мясорубку прокручиваю со сливочным маслом. Маслом, утром, бутербродом. А вы знаете, у вас в организме не хватает кислоты. Ему, вашему организму не есть чего эту соляную кислоту производить в ваш желудок, в вашему желудку. Ага. Понимаете? Поэтому он кислоту бережет, накапливает. И поэтому кислоты больше и больше. Теперь скажите, пожалуйста, эрозивный гастрит. Еще раз, где? Еще раз, где? Значит, в области желудка. Ну, в желудке. Эрозивный гастрит. Ну, он маленький, 1-2 миллиметра. Так. И? И? Сейчас правильно прочитаю. Эрозивный гастрит, эрозивный бульбит. Бульбит, понятно. Значит, Татьяна Викторовна, вы знаете, что? Максилака в этой ситуации вам будет помогать точно. Вы знаете, прям не так хорошо стало. Я понимаю, потому что у вас давно-давно, лет 10-15 уже без дисбактериоз. Да. И вот у меня были вот эти урчания в животе где-то. Это и называется проявление дисбактериоза, то есть нестабильность и нехватка бактерий желудочно-кишечного тракта. Те же самые пресловутые бифиды и лактобактерии. Понятно? Угу. Именно поэтому, извините, у вас и по ней повышенная кислотность. Понятно. А вот я врача спросила, она вот все равно... Вот я теперь поняла. Значит, надо мне включать кислое немного? Конечно. Кислую капусту. Я включила квашеную капусту. Да замечательно. Да замечательно. Я каждый день понемножку начала. Ну, правда. Я что, предлагаю вам килограммами, что ли? Нет, прямо немножко-немножко. Маленький салатик, и все очень хорошо. Очень хорошо. Еду съесть очень хорошо. И перевариваться будет лучше, и все. А Максилак вам надо продолжать месяц. Да, вот я так и подумала, что месяц. Но я еще хочу спросить. Я еще включила, знаете, прополюс. Изготовляют пермский завод. Извините меня, пожалуйста. Ничего про прополюс не скажу. По той простой причине, потому что я терпеть не могу. Рекомендовать лекарственные препараты с направленным лечебным действием во время наших телефонных разговоров. Считаю, что надо обходиться меньшими силами или идти к специалисту, он вам назначит. Потому что вы назначили прополюс, потому что вам кто-то сказал. Где-то прочитали, что прополюс, противовоспалительные, это, это. А в силу того, что вы принимали Денол, АМЕС и прочие, проблема у вас на 80%. Проблема с бактериями желудочно-кишечного тракта, микробиом, биота, так называемые. Я уже поняла это. Понимаете? Вот в чём вся штука. И дисбактериоз у вас не могло не быть, потому что АМЕС и Денол – это противовоспалительные антибиотики. Денол – антибиотик. Имеющие отношение к желудочно-кишечному тракту, и поэтому у вас и хеликобактер держится. Хеликобактер появляется тогда, когда у человека появляются эрозии. Вот когда он появляется. Понимаете? Первично не хеликобактер, а первичная эрозия. А я думала наоборот. Нет. Простите, это так принято вроде считать. Нет. Огромное количество людей, у которых Денола, то есть этого, хеликобактер, нет. А потом вдруг эрозия, начинает болеть желудок, и исследуется содержимое желудка, и, пожалуйста, тебе хеликобактер. Который появился уже после эрозии. После начала эрозии. Дело не в этом. Значит, надо не включать кислые продукты еще в питании. Ну, кому же… Да, да, да. Да, кислых продуктов, которые… Вы себя ограничиваете наверняка в мясе, ограничиваете себя в рыбе. Видите? Да. Это совершенно точно, потому что это те самые продукты, которые производят, дают возможность организму, создают условия, при которых кислотность нормализуется. Вот что вам нужно сделать. Больше ничего. Вам нужно… Я думала, что у меня вот это урчание-бурчание, как мясо поем, как начинается… Это дисбактериоз. Это разные вещи. Это дисбактериоз. То есть, понимаете, разрушено, то, что называется гомеостаз, разрушено равновесие, внутреннее равновесие организма, биологическое равновесие организма. Поэтому он никак не может найти середину между кислым и щелочным. Скажите, вы анализ мочи делали? Да, делала. Не помните… Один раз… Не помните ПАЖ? ПАЖ они не определяют. А кислая и щелочная не писали? Ничего не пишут. Понятно. Единственное, знаете, один раз я сделала мочу, у меня обнаружили аммиак в моче. Ага. Ну и? Я говорю врачу, она говорит, ничего страшного, такое бывает. Это бывает. Это бывает. Кислотность бывает. И бывает. И это бывает. Всякое бывает. Вот. И я, знаете, что еще заметила? Да. Вот когда я сильно вспотею, да? Да. Вот на вещах появляется запах нашатырного спирта. Ага. Это что такое? Значит, вы траву продолжаете пить? Не поняла. Травы, о которых мы с вами говорили, вы продолжаете пить? Травы я пока прекратила пить. А почему? А я думаю, вот тут динолы, да все, да тут у меня никак не получается. Вот я и звоню. Мне, наверное, сейчас можно начинать опять травы продолжать. Да, вам давно надо было… Не надо было останавливать. А я остановилась тут за 40 минут, да, за полчаса, за 20 минут. Сколько? Когда вы пьете, когда вы пьете аденол принимаете? Ну, я уже сейчас закончила все. Когда принимали? За час. За час. За час пила аденол. За 40 минут пройдет, потом пила этот амез. Мне так врач сказал. Угу. Понятно. Значит, а после амеза когда вы начинали кушать? Через 20 минут. Через 20 минут. Значит, будьте добры, пожалуйста, к травам вернуться в обязательном порядке. Да, я вот и звоню, думаю, наверное, мне можно сейчас. Не можно, а просто нужно. Давно нужно. За какие травы вы принимали? Так, я принимала лист смородины, петрушку, календулу и начала вот этот клевер еще, вы сказали. Красный клевер. Все правда. Календулу уберите, пожалуйста. Да, хорошо. Оставьте… Ну, просто картина-то другая изменилась. Анализ крови, когда вы… Когда последний раз делали? На чего? Анализ крови. Я давно делала. Полгода. Полгода назад. И больше меня не назначали. Понятно. Гемоглобин сколько был? Гемоглобин у меня идет 125-135. А сколько вам лет? То сдашь 125, то сдашь 135. Вот последний раз 135. Сколько вам лет, простите? 66 лет. 66 лет. Что-то маловато. 135 – это неплохо, неплохо, совсем неплохо. Понимаете, говорить не буду, но немножко, где-то хотя бы 140. Так, вы мне скажите, теперь, пожалуйста, холестерин сколько был тогда? Холестерин тогда был у меня, значит, я один… Ну, он тоже почему-то и колеблется. Один раз давала я 5,3. Так. Вот. А потом, где-то полгода прошло, я сдала, он у меня стал 6,4. 6,4. Ага. Понятно. И когда вам назначили, стали говорить о бляшках? О бляшках я узнала где-то лет 6 тому назад. Лет 6 назад. И что по этому поводу вам доктора посоветовали? Доктора посоветовали периодически делать вот эту… Ну, это узи сосудов. Да, да. Вот. Потом пить этот… статины. Статины. Понятно. Ну, я их не пью статины. Статины. Понятно, понятно. Значит, вы знаете, что… Вы масло кушаете? Кушаете? Масло кушаем. Какое? Какое? Утром немножко сливочного бутербродик. Потом каждое утро пью, правда, по чайной ложке льняное масло. Угу. И, пожалуйста, свиное сало. Хотя бутербродик маленький. Да. Да, вот начинаю зимой кушать свиное сало. Пожалуйста. Значит, теперь травы, лист чёрной смородины и петрушку оставить. Так. И ввести в рацион отвар корня лопуха. Угу. Хорошо. Значит, первый у вас будет реанимация лист чёрной смородины. Угу. А через 15 минут петрушка. Так, хорошо. И с едой, с едой во время еды отвар корня лопуха. Угу, поняла. Как он делается, знаете? Знаю, я уже припевала прошлый год. Ага, пожалуйста. Значит, когда вы принимали прошлый год отвар корня лопуха, для чего? А для чего? Ой, для чего я принимала? Я сейчас уже забыла, что-то для чего. Что-то у меня было не в порядке. Вы мне назначали смородину. А что даже лучше? А вот кисты в печени у меня были. Вот я вспомнила. Ну и где у вас, где кисты в печени? В общем, они чуть уменьшились. Ага, понятно. И чего же вы бросили? Было 3,8, самая большая, сейчас 3. И чего же вы бросили отвар корня лопуха? Ну нет, я потом, как я пропила, сколько вы сказали, потом проверилась, а потом это... Татьяна Викторовна, Татьяна Викторовна, давайте мы сделаем так. Татьяна Викторовна, теперь я вас попрошу еще одну вещь. Пожалуйста, введите в рацион свой костный бульон. Да, вот я тоже подумала, что надо его ввести. Он у меня уже сваренный приготовил. Очень хорошо, костный бульон. И очень советую вам раз в неделю, в течение месяца, то есть 4 раза за месяц, делать очищение кишечника с помощью сульфата магния, экстренное очищение. Вот меня знаете, что смущает? Вот эти эрозии. Вы знаете, а меня они не смущают. Не смущают? Да, ну ладно. Потому что у вас никаких эрозий бы не было, если бы вы продолжали отвар корня лопуха. Хорошо. И тогда я скажу вам последнее. Значит, то, что я говорю, вот то, о чем мы с вами обсуждаем, говорим и все, это неназначение врача. Понятно? Поняла я. Я почти за каждую биопрограмму говорю. В нашем деле, тогда, когда мы занимаемся того с собой, торопиться нельзя. И лечиться, то есть принцип лечебного, лечебный принцип использовать нельзя, это принцип, который использует доктор, и он прав. Потому что вам нельзя назначать периодически Денол или АМЕС или что-то. Извините, это дело доктора. А вот то, что я вам сегодня сказал, то, что вам надо делать. Да, я понимаю. Вы месяц проделаете и сделаете перерыв 3-4 недели. Не год, как вы мне сказали, а 3-4 недели, месяц. А после этого повторили. Надо, сделали еще один перерыв, месяц. И после этого снова повторили. Понимаете, Татьяна Витальевна? И тогда в результате вы имеете здоровый желудок, и никаких эрозий не было бы. Вот в чем вся штука. А вы лечите, почему я все время говорю, не надо. По моим рекомендациям, лечиться не надо. Я не вижу ни ваших анализов, ни заключений специалистов. Понимаете, я не назначаю вам лечебные препараты. Дело все в том, что рекомендации, которые я говорю, они нужны в принципе по жизни. Это то, что не может ухудшить вашего состояния никак. И единственное, если возникает необходимость, и вы пошли к доктору, доктор назначит лекарства, но эти лекарства должны быть либо в перерыве, так как вы сделали, прервались, на это время закончили лечиться. Но если вы начинаете принимать лекарства, у лекарств есть побочные действия. И побочные действия эти возникают не от самого лекарства, а от продуктов, которые возникают в организме в результате действия этих лекарств. Понимаете, да? Понимаю. В это время надо принимать либо максилак, потому что он выполняет еще и дренирующую роль, либо, извините, ради бога, сорбент. Который, вот эту вот ситуацию, которая у вас возникла с, извините, интоксикацией желудочно-кишечного тракта, она бы не возникла. И дисбактериоза тоже не было бы. Как это надо сделать? Назначил доктор лекарства, значит, их надо принимать. Но вы должны помнить, что через 2 часа после приема лекарств, но не раньше, чем через час-полтора после еды, вы выпиваете сорбент. Понимаете? 4 часа достаточно, 2,5 часа достаточно, чтобы ваш организм уже лекарство у вас принял. И оно начало действовать. И чтобы продукты от использованных медикаментов не портили жизнь вашему телу, вашему здоровью. Понимаете? Через какое-то время надо их убрать из организма. Вот и все. Лишнее. Лишнее убрать. Понимаете? Вот в чем вся штука. Потому что вы таким образом, таким образом, когда вы поступаете... Так, вот Алексеев сказал, вот 2 недели надо, или месяц надо, или это. Вот я месяц пропитал, и все, я должна вылечиться. А кто вам сказал? Ведь моя-то проблема и ваша проблема заключается в том, чтобы не вылечить, а чтобы вернуть вашему организму силу и способность сопротивляться этому заболеванию. Понимаете? Ну, как вы считаете? Мне уже достаточно много времени. Ну, что я буду говорить? Но я 30 лет уже не болею простудами практически. Ни грипп, ничто меня не берет. Дай мне Бог и дальше. Понимаете? Я вот к чему вас веду. Со мной может быть и на старуху бывает проруха. Конечно, может всякое быть. Но если вы вот этого не поймете, тогда зачем мне звонить? Как я могу, так сказать, назначать вам лекарства или травы лечебные? Я почему и не называю никаких лечебных трав, потому что их надо назначать точно по диагнозу. Вот в чем вся штука. Что же вы делаете? Я прихожу к выводу иногда о том, что надо просто закрыть это все и уже никаких рекомендаций не давать. Понимаете? Получается, что я огромное количество вроде как, те, кто понимает, начинают действовать, все. Вы мне назначили, я не назначаю. Имеете право принимать или не принимать. Вот в чем дело, понимает, Татьяна Викторовна? Да, я все поняла. А если вы этого не осознаете, не поймете, то тогда не надо, тогда нужно идти к врачу. И все. Назначат Денол, назначат АМС. Поголовный, сейчас все принимают АМС. Ужасный, страшный препарат. Вы посмотрите побочные действия в нем. Там страшные побочные действия. Я про то и говорю. Я про то и говорю. И Максилак вам, я недаром сказал, месяц. И не хватит. Вам нужно будет повторять его. Через месяц снова повторить. Через месяц снова повторить. Поняла. Вот в чем вся вещь. Вот в чем вся штука. И не забывайте. Есть такой препарат, который называется Хилакфорте. Вот вместо Денола. Вы приняли бы Хилакфорте, у вас не было бы ни Хеликобактер, ни Эрозий. Вот в чем вся штука. Я не могла до вас дозвониться. Прежде чем принимать Денол, я не могла дозвониться. Нет, я не отменяю, никогда не отменяю назначение врача. Я не знаю картину заболевания, которое у вас произошло. Понимаете? Я не подумала, что Хилакфорте может мне помочь. Да что такое Хилакфорте? Это продукты жизнедеятельности бифидо- и лактобактерий. Это не сами бактерии, а их продукты жизнедеятельности. То есть то, с чем наши родные бактерии более болятся с патогенами, с патологичными бактериями, которые приводят к эрозиям. Понимаете? Вот что делают эти продукты жизнедеятельности. И если вы начинаете их принимать, то вы, по сути, принимаете привычный и действующий, не имеющий способности к толерантности, к потере действенности. Антибиотик. Это продукты жизнедеятельности наших бактерий. Вот чем вся штука. Понятно, Татьяна Викторовна? Да, я все понимаю. Поймете, пожалуйста, звоните. Не поймете, ну что звоните? Нет, я поняла. Тогда всего доброго. У нас уже заканчивается время. Спасибо вам большое. Не за что. Друзья мои, вы знаете, что у меня остается одна минута. Я начал сейчас внимательно смотреть. Вопросы приходят ко мне на форум. Значит, программа «Помоги себе сам». Это я смотрю, откуда берутся эти вопросы и почему, откуда они возникают. И потом начал смотреть. Такой странный вопрос задаю интернету. Симптоматика при интоксикациях. Экзоэндрид и так далее. И выясняется, что вот тогда, когда у нас с вами накапливаются те самые шлаки или яды, закладывается фундамент тех патологий, которые начнут у вас появляться через 10, 15, а то и 20 лет. И только в ваших силах сделать так, чтобы они не развивались. Вот в чем дело. Так же, друзья мои, здоровья вам всем, здоровья, удачи. Желаю вам. И, пожалуйста, возьмите голову в руки и повнимательнее к себе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok